Часть пешеходной зоны на улице Новогинская сегодня перекрыта забором. Новое покрытие было частично повреждено во время наводнения. Долго ждать ремонта не пришлось. Вчера ямы засыпали щебнем и утрамбовали. Сегодня рабочие уже восстанавливают тротуарную плитку. В данный момент мы устраняем самый большой, как говорится, локальный участок в районе 50 квадратных метров. Мы укладываем, как можно посмотреть, заново плитку. Узнать, как продвигается работа, приехал и лично глава города. Восстановление внешнего облика Сочи после разгула стихий у него на особом контроле. Сегодня надо это закончить и убрать это ограждение. Договорились? Мужики, я вас прошу, в субботе? Сегодня? Сегодня? Да. Вы вчера до 10 вечера, вот только-только ночью. Еще раз, давайте-ка постарайтесь. Мы постараемся. К слову, горожане относятся к временным неудобствам с пониманием. И отмечают, в городе уже почти не осталось мест, где еще видны последствия разгула стихии. Там проселось сильно, а детки мотаются на велосипедах и на этих, на сноубордах этих, на роликах. А если они будут там покалечиться, дети, кто будет отвечать? Правильно, что убирай. Вода быстро ушла, так и прям везде очень аккуратно стало. В Адлере вода быстро ушла. В Сочи, да. Ну и работы ведутся, да? И работы ведутся, да, строительные. То есть все восстанавливается город. В Адлере я пока не был, не могу сказать, оценить. Ну, по Сочи, как таково, здесь особых разрешений не было. Ну, восстанавливают быстро. Молодцы. А вот ремонт улицы Несебрской все же доставил некоторые неудобства. Одну полосу дороги пришлось на время перекрыть. Сейчас здесь работает спецтехника. На дороге, на проезжей части образовались провалы асфальта. То есть грунт, который под асфальтом, он был размыт. И, соответственно, асфальт провалился. Данные провалы уже устранены. Теперь сейчас будут проводиться работы по восстановлению дорожного полотна. Впрочем, эти неудобства временные. К четвергу ремонт планируют завершить, и движение будет открыто по обеим полосам. Кстати, такие же работы сегодня ведутся и на улице Черноморской. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.